Всем доброе утро, ребята! У нас сегодня такой влог. Маруся тут как всегда на своем месте играет в лего. Моя люблю папу. Папу любишь? И папу даже любит сегодня, представляете? И меня любит. С Маруськой тут чего? Рычит? Я не слышала. С Марусей тут беляш, сладик. Я его с окна переставила, он там на окне стоял, я его переставила вниз. Обратите внимание, на кровати лежат пипетка и пупырка. Маша, ты кто? Пипетка или пупырка? Пипетка. Папа пупа. Я пуп? Маша, это ты пуп. Пипетка и пупырка. А здесь кто лежит? А здесь пипетун и пеперун. Сладичка. Слади, любимцы. Паук нападает. Паук нападает? Ну, отбивайся скорее. Белек, иди спасай Машу. Спасай Машу, Белек. Белечек, давай спасай Машу. На тебя один расчет. Да, да, на тебя. Папа, мой папа ко мне беля пришел. Белек, иди запрыгивай. Давай, подожди ты, да подожди ты. Лапки короткие, подожди, помогу. Давай, давай, Белля, съешь их. Взять их. Белли напал на отца. Смотри, он на паука нападает. Маш, аккуратно. Белли сейчас съест паука, и он тебя больше не будет трогать. Белля. 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 Ребята, у нас сегодня такая погода хорошая. Мы пришли на улицу. Ой, ты гульком? Нет. Ты уточкам хотела, да? Нет, они не будут семечки. Смотрите, здесь уже пруд почти растаял. Так много уток, чаек, гулик. Маша вон всех там кормит. В общем, у нас вот так. Вот мы уже переодели комбинезон на более холодный. Сегодня 10 градусов. Ой, аккуратно. Нет, заяц, не надо меня, я не хочу. Не надо меня пачкать. Грязная палочка. Так что мы сегодня гуляем на солнышке. Ребята, мы сейчас купили себе булочек. Марусь вон кушает. Зверомама тоже. Да? У меня соленая. У тебя сладкая. А я взял себе кофе, потому что у меня был плотный завтрак. Мне сейчас не хочется булочку. У тебя вкусная, Марусь? Да. Я тоже. Папа, как я тебе взяла, мне тоже папа и мама. Угу. Мы уже пришли домой, и Маша разложила рядом с Кивандрием всех своих животных. Привет. Ты ждал, да, маленький? Ты ждал. Мам, ну конечно ждал. А что ты такие вопросы задаёшь? Кивасик. Смотрите, котики тут всякие лежат. Кивулькин. Кивуляша. Мам, мама будет тут. Папа. Иди, вот этот хочешь. Парисовать. Парисовать? Да. Давай искать. Орешек? Орешек. Хорошо тебе на окошке тоже? Сладенький. 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 Ай. Сладенький. Ты не сладкий. Но всё-таки, ребят, Маша заснула. Мы не хотели её уже класть спать, потому что время уже 4 часа. Но она всё-таки в итоге заснула. Хотя сначала я тоже не хочу спать, я не буду. В общем, разбудим её в 5. Я пока пойду приготовлю кабачковые оладушки. Я их готовлю с сыром. Сыр поджаривается, очень вкусно получается. Просто обалденно. Я готовила такие последний раз летом. Маше я готовила просто кабачковые оладушки, а тут сделаю с сыром. Мне кажется, будет вкусно. Миша сейчас сходила за кабачками. Я это видео назвала «Как проходит моя беременность», потому что я хотела вам рассказать немножко о том, как я себя чувствую, как что. Потому что многие спрашивают, многие там пишут и ВКонтакте, и в Телеграме. А я думаю, ну, проще рассказать сразу всё во влоге, чтобы и мне на память осталась эта информация. У меня сейчас 25 недель. Ну, рожают с 37-й по 40-ю. По 41-й даже кто-то. Вот. Вот так вот выглядит мой кузень. Видите? Уже такой приличный, большой. И спереди, и со всех сторон видно уже даже во всех пальто моих, тоже хорошо видно. Я считаю, что, слава богу, всё отлично. Единственный момент – это то, что из-за моего веса у меня очень сильно заклинивает седалищный нерв. Это, знаете, вот прям начиная от поясницы и до самой пятки просто иногда так сильно вступит, что вот, ну, не можешь двигаться. То есть реально просто вот раз – и всё. Я уже так… Ой, сладя, уронил хвостом крем, испугался. Я уже так несколько раз в какой-то позе вот оставалась. На кухне я очень долго готовила. Стояла на ногах, меня заклинило. Не могла сесть, не могла встать, не могла лечь. Ой, в общем, поплакала. Потом как-то потихонечку начала расходиться. По ночам тоже боли жуткие. Но я говорю, что это всё только из-за моего веса, потому что, будь я худея, таких проблем бы не было. Когда я была беременна Машей, я была намного худее. И такого у меня не было. Поэтому те, кто собирается похудеть перед беременностью, правильно делайте, ребята. Не резко, не сильно, но так, чтобы вам было комфортно. Я в женскую консультацию почти не хожу, потому что я на связи с гематологом. Один раз в месяц я сдаю все анализы. Кто смотрел предыдущие влоги, тот знает, что у меня пониженный протеин С во время беременности. Он всё время падает, поэтому за ним нужно следить. Я ставлю каждое утро уколы. И раз в несколько дней я пью таблетку. Раз в месяц мы мониторим все анализы. И по ним уже гематолог мне что-то назначает. И два раза в месяц я хожу на УЗИ. Каждые две недели. Но если меня что-то беспокоит, я хожу чаще. Конечно, получается намного чаще. Но скоро, уже ближе к 30-й неделе, уже через месяцок, я, наверное, начну чаще ходить в женскую консультацию, потому что там начнутся всякие вот эти обследования. Знаете, когда КТГ, когда датчики крепят на животик, там слушается сердечко, и ты шевеление нажимаешь на кнопочку. Поэтому там я уже буду ходить чаще, уже будем ездить в дачу. Пока мы с Мишей решаем такие вопросы. У нас есть одна коляска, мы к ней должны докупить люльку. Вот, думаем, как мы разместимся. Так, что я вам должна была еще рассказать? Такое важное и не рассказала. Сейчас я вам пойду покажу моим пузиком в зеркало. Тут, ребята, пока пройдешь, Кейна, если я через тебя пройду, ты все равно вырастешь, не переживай. Кев, Кивась, Кев. Позвольте, он даже не слышит, как он спит. Ну ты, конечно, ты всегда беляшь тут. Тут как тут. У нас тут Маша играла, всякие маски разбросаны. Вот, видите, вот так я уже выгляжу. Уже, конечно, понятно, что это именно беременный живот, не просто толстенький. И, конечно, я уже очень давно, я с 16-й примерно недели чувствую шевеление. И вот, наверное, уже недели две прям по животу видно, когда ребенок толкается. То есть она толкнет, и прям уже такой бугородчик на животе. Еще знаете, в чем фишка? У меня по передней стенке плацента. Ну, то есть как бы получается, что вот здесь сначала плацента, за ней уже ребеночек, и лежит головкой вниз. Поэтому шевеления не такие прям, как это сказать, резкие. То есть не так сильно чувствую. То есть я чувствую, да, но нет прям такого прям долбежки. Хотя, кстати, я не помню, в 25 недель чувствовала ли я так хорошо с Машей. Вот. Но в целом сейчас еще чуть больше срок будет, и уже будет прям прям мощно, знаете. Так, чтобы уже все видели. Миша уже прикладывал руку, уже несколько раз чувствовал, как с ним разговаривает его вторая дочка. А вот тут уже спит старшая сестра в своем любимом платье. А я пойду готовить кабачковые оладки. Я почистила пять кабачков. Вот этой штучкой специальной для чистки. Все буду делать в большой вот такой вот мисочке. Буду тереть на терке. Где моя терка? Вот тут вот. Вот такой таз кабачков у меня получился. Сейчас я сюда подготовила еще кусочек сыра потерять. Давай сидеть. Сидеть. Вот. Потру. Останется яички. Еще я кладу, ребят, на такие вот приправы. У меня для запеченных овощей. Это из вкус вилла. Вот. Она очень вкусная. Но будьте аккуратнее, в ней есть соль. Не во всех приправах у вкус вилле есть соль. Здесь есть. Поэтому я высыпаю ее много. И солить не буду почти что вообще. Потому что у меня сыр соленый тоже. Так. У меня все. И еще у меня есть вот такой вот чили перчик. Острый. Его кладу чуть-чуть. Потому что Маруся тоже ест кабачковые оладушки. Она не очень любит, когда остро. А это просто моя любимая приправа. Итальянские травы. Я кладу эту приправу везде. Кладу даже в яичницу, ребят. Теперь, ребят, у нас с вами самая непростая задача. Вот это все нам надо перемешать. Оно здесь очень прям много. Поэтому придется пока вас поставить. Кладу теперь, ребят, муку. Я не отжимаю кабачки. Видите, у меня там есть вода. Я отжимаю только картошку, когда я делаю граники. Я просто стараюсь эту воду не использовать. То есть я беру сверху ложечкой. Я наливаю совсем чуть-чуть масла. Потому что я очень не люблю... Ой, что я перелила. Не люблю, когда очень масло. Вот такая вот смесь у меня получилась. Начинаю потихонечку выкладывать. И сразу приминаю. Чтобы они были тоненькие. Когда они толстые, они будут очень долго печься у меня под крышкой. Ой, чуть не упало. Они сейчас будут чуть-чуть гореть. Потому что там есть сыр. Меня это не смущает. Это очень вкусно. Вот такая у нас, ребят, тарелка тут оладушков. Мама. Давай, приятного аппетита, дочь. Сметанку кушаешь? Проснулась, не настроение было.